Пожар Добрый вечер! На телеканале Россия 24 информационный выпуск «Вести Карачаева-Черкесия». С вами в студии Мадина Лайпанова. Завершился второй этап всероссийско-командных штабных учений группировки сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Карачаево-Черкесии. Данные подразделения в ходе учений отработали практические навыки по ликвидации лесного пожара. На месте учений побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Основная задача – проверить готовность всех подразделений по ликвидации чрезвычайных ситуаций. По легенде, в результате наземного патрулирования оперативной группы Кубанского лесничества были обнаружены места возгорания, куда уже направились вся группировка сил и средств единой государственной системы предупреждения ликвидации ЧАЭС для тушения пожара. Силами администрации Узжигутинского района совместно с лесной пожарной охраной на месте условного возгорания проводится противопожарная пашка, создавая минерализованную полосу, чтобы избежать распространения огня на другие территории. Также усилиями спасателя ведется тушение очагов возгорания, используя воду из близлежащего водоема. Руководство МЧС по Карачаево-Черкесии отмечает, что все поставленные задачи учения были полностью выполнены благодаря слаженной работе всех ведомств. Безусловно, такие учения очень важны, потому что в ходе них отрабатываются вопросы взаимодействия между различными организациями и органами управления. Что правильная координация и взаимодействие является залогом успеха при ликвидации последствий стихийных бедствий или последствий каких-то социально значимых происшествий. Также были ликвидированы места возгорания, по легенде находящихся на территории жилых объектов. С места пожара были спасены пострадавшие и переданы бригаде скорой помощи. Сами спасатели отмечают, что такие учения позволяют повышать профессиональные навыки и в случае чрезвычайных ситуаций оказать свою временную помощь. Это повышение уровня спасателей, профессионализма, практическая отработка всех мероприятий. Такие ЧС не каждый день бывают. И такие учения помогают быть в форме, чтобы спасатели были готовы каждый день к подобным роду спасательным операциям. Завершение учений руководство главного управления МЧС по Карачаево-Черкесии выразило благодарность всем службам за качественное взаимодействие. Алихан Лепшоков, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия, Усть-Джигутинский район. Крым с Россией навсегда. В Республиканской филармонии прошел торжественный концерт, посвященный 9-летней годовщине вхождения Крыма в состав Российской Федерации. Известные артисты Карачаева-Черкесии исполнили патриотические песни, отражающие единство и сплоченность жителей нашей страны. Смотрите подробнее в нашем материале. Эта дата объединила наши народы, и мы сегодня вспоминаем те события и радуемся воссоединению Крыма с Россией. Известные творческие коллективы и артисты Карачаева-Черкесии порадовали своими музыкальными номерами. Множество патриотических песен буквально заставляли подпевать зрителей, даруя всем дух любви к родине и единству. Машин, это ты, я, надежь и любви, земля, улыбки кругу друзей и гости с Россией всех. Отрадно видеть, что наша республика активно взаимодействует с новыми регионами. В ближайшее время у нас планируется выступление творческого коллектива из Луганска, а сегодня подобные концерты проходят по всей стране. И приятно видеть, что мы все едины, отметил министр культуры Карачаева-Черкесии Зураб Агербов. Мы видим, что значимость и этой исторической даты, и тех событий, которые сейчас происходят, когда новые регионы возвращаются в страну, поддерживает абсолютное большинство простых жителей, руководителей разного уровня и, конечно же, артистов. И сегодняшний концерт, это как раз демонстрация, что вот мы, деятели культуры, показываем, а зритель наш, который приходит на эти концерты и поддерживает нас, что мы все вместе, что регионы наши это чувствуют, это в постоянной работе мы тоже показываем. За последнее время у наших артистов появляется множество новых песен, посвященных этой исторической дате, которая отражает дружбу наших народов, и душа каждого из нас выражает в творчестве нашу поддержку этим событиям. И все мы говорим сегодня, Крым с Россией навсегда, отмечают известные артисты нашего региона. Я считаю, что это замечательный праздник, очень значимая для России дата и события, и хочется пожелать мира, счастья, добра, благополучия для жителей Карачаева-Черкесии, а также России в целом. Также в честь девятой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией сотрудники Республиканского музея-заповедника организовали фотовыставку, посвященную данному событию. Алихан Лепшоков, Ислам Урумов, Вести, Карачаева-Черкесия. К капитальному ремонту готовится школа Аула Беслиней. Она попала в число тех образовательных учреждений Карачаева-Черкесии, которые будут преобразованы в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования». По опустевшим коридорам школы, готовым обновиться, прошлась Фатима Даурова. Эти стены давно мечтали о новой штукатурке, шпатлёвке и свежей краске. Спектр работ перед ремонтной бригадой широк, начиная с фундамента до кровли, заканчивая фасадными и внутренними облицовочными работами. Зданию Беслинеевской школы вот уже 40 лет, и за это время оно выполняло свои функции исправно, благодаря усилиям работников, которые поддерживали его в лицеприятном виде. Но время берёт своё, и косметические процедуры уже не помогали заделывать морщины. Весть о включении в программу модернизации преподавательский состав школы принял на ура. С 1983 года никаких ремонтных работ у нас в школе не было. Один раз меняли крышу и всё. И, конечно, нужен был капитальный ремонт. Давно уже писали письма, просили, и в конце концов всё-таки получили ответ, что, в общем, такой будет радостный, та самая известня получилась, что будет капитальный ремонт. С началом третьей четверти ученикам и всему школьному персоналу пришлось освободить привычные кабинеты и сменить место учёбы. Дети сейчас занимаются на базе трёх зданий – местного дома культуры, сельского совета и старой школы. Руководство учебного заведения грамотно расписало режим занятий, чтобы ученикам всех возрастных категорий было комфортно заниматься. Отнеслись к этому переезду спокойно, нормально, адекватно, в том числе и родители. Всячески помогают нам во всём, чтобы мы благополучно занимались, удачно у нас всё получилось. Во всех вопросах нам помогают и администрации, даже и родители. Дети сами тоже приняли, восприняли, всё нормально. Посещаемость такая же, как была и в той школе, точно так же. Расписание так нам сделали, что удобно. И в первую смену занимаемся, и во вторую. Вроде всё нормально, без проблем. Всё, что от нас зависит, мы делаем. Здание старой школы намного архаичнее того, которое сейчас собираются ремонтировать. Годом открытия по архивным данным значится 1898 год. Первый выпуск состоялся в 1954 году. Сейчас вековой исполин оказался снова у дел, как будто ждал своей очереди. И ожил, когда просторные кабинеты были приведены в порядок совместными силами педагогов и родителей. И пока в здании младшего собрата идёт капремонт, здесь будут заниматься дети. Фатима Даурова, Расул Бердеев, Вести, Карачаево-Черкесия, Беслиней. Сегодня в Карачаево-Черкесии стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Профессионалы». В прошлые годы чемпионат профессионального мастерства носил другое название – WorldSkills. Но с 2023 года получил более понятное на слух профессионалы. В Республиканском медицинском колледже состоялся внутренний этап, участие в котором могли принять все желающие. Пятеро лучших вышли на региональную стадию первенства. По словам организаторов мероприятия, главная задача конкурса – подготовка квалифицированных специалистов и проверка уровня их знаний и навыков. Впоследствии наградой для лучших конкурсантов может стать приглашение на стажировку в одной из медучреждений Карачаева-Черкесии. Региональный чемпионат проводится в 2023 году на базе Карачаева-Черкесского медицинского колледжа и дает возможность лучшим студентам показать свои практические навыки и возможности в профессиональной деятельности. «Земли, родной язык и нравы» – этот заголовок стал названием «Абазинского литературного вечера», который прошел в Государственной национальной библиотеке имени Халимат Байрамуковой в рамках Дней литературы и искусства народов Карачаева-Черкесии, посвященных году педагога и наставника. Об основных моментах расскажет Альбина Ламкова. Государственная национальная библиотека имени Халимат Байрамуковой успешно продолжает выполнять миссию просветительства, сохранения культурного наследия, изучения родного языка, традиций и обычаев народов Карачаева-Черкесии. Программа «Абазинского литературного вечера» насыщена. На мероприятии говорили не только об истории, развитии и становлении литературы, о творческом наследии, но и о проблемах сохранения абазинского языка. Из года в год работники библиотеки стараются организовать мероприятия с участием не только видных деятелей культуры, искусства и научных работников, но и молодежи, воспитывая в них патриотические чувства, расширяя знания об истории народа, развивая интерес к прошлому и настоящему. Родной язык очень важен для любого человека. Он несет огромную ценность, традиции. Без культуры не будет порядка. Я знаю много писателей, поэтов абазинских, к примеру, Чикатуева Микаэля, Хайцухова Мерза и многих других. Я люблю очень народный абазинский танец «Кошара» и абазинские народные песни. Дома вы говорите на абазинском языке? Мы разговариваем на абазинском, да. Если в прошлом году была выставка Зойки Блаковой, то в этом году Агузова. Для абазин обязательно нужно всегда соблюдать, кто выходец из Красного Востока, кто из Кубины, кто из ПСЖ. Работники библиотеки охватывают все наши населенные пункты. Что примечательно, всегда присутствуют дети, студенты и дети читают стихи на абазинском языке. Книгоиздательская деятельность на родном языке имеет важный аспект в процессе возрождения национальной культуры. В этом направлении вплотную работает общественная организация «Алашара». Есть новые проекты. Мы очень поддерживаем и абазинский театр, как государственный, так и народный театр «Имжич». Ну и других деятелей культуры, художников поддерживаем, там где-то мастеров народных ремесел стараемся. На протяжении всего литературного вечера тема воспитания подрастающего поколения и интереса молодежи к изучению родного языка, его истории, народного искусства звучала не раз. Дети с большим интересом слушали выступления, приобщающие к истокам традиционной культуры абазин, пробуждающие гордость за свой народ. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести Карчаева, Чекесия. Такими были самые актуальные вести республики на этот час. Я с вами прощаюсь. Далее смотрите специальный репортаж о том, куда обращаться, если у вас прохудилась крыша или текут трубы в подвале. Кто отвечает за чистоту и ремонт общедомового имущества. В каких случаях стоит обращаться в управление жилнадзора. На эти и другие вопросы нам ответили в региональном надзорном ведомстве. Подробности у Артура МХЦ. Начало весны, пожалуй, один из наиболее активных периодов для обращений и жалоб от населения по поводу некачественного оказания коммунальных услуг. В одном здании тающий снег напоминает о необходимости залатать прохудившуюся крышу. В другом холодные помещения остаются свидетельством недоделок управляющей компании при подготовке к отопительному сезону. Проблем, с которыми люди приходят в региональное управление жилищного надзора, множество. Нельзя забывать и о том, что далеко не каждый гражданин знает свои права. Вот и приходится кому-то подсказывать, кого-то направлять. Управление жилищного надзора осуществляет свои деятельности согласно 20-й статье ЖК РФ. В первую очередь мы отвечаем за сохранность жилищного фонда. Также в рамках своих полномочий мы рассматриваем обращение по вопросу содержания общедомового имущества, качество предоставления коммунальных услуг, куда входит в том числе и порядок отключения электроснабжения, порядок произведенных начислений за предоставленные коммунальные услуги. Также по вопросу некачественного предоставления коммунальных услуг. То есть, в принципе, спектр вопросов, которые относятся к полномочию жилищного надзора, он заключается вот в рамках 20-й статьи ЖК РФ. Разграничение между деятельностью управления жилищного надзора и муниципалитетом заключается в том, что на квартирных домах, где есть муниципальная собственность, смотрят за надлежащим содержанием, отвечает за надлежащее содержание муниципалитет. В остальных квартирных домах уже управление жилищного надзора. После повальной приватизации квартир в ведении муниципальных управлений жилищно-коммунального хозяйства стало значительно меньше объектов. Куда чаще люди отправляются за решением проблемных вопросов сюда, на Кирово-23 в Черкесске. Какова процедура обращений? Ранее мы работали по 294-му федеральному закону и также рассматривали обращения в рамках данного законодательства. Человек мог к нам прийти, собственник, написать заявление, также он мог к нам направить через электронную почту. Сейчас мы работаем согласно 248-му федеральному закону, в рамках которого заявители при обращении к нам подтверждают, дают согласие на обработку персональных данных. То есть, либо заявитель приходит к нам, оставляет свои паспортные данные, дает согласие на то, что мы можем обрабатывать их, передавать третьим лицам. Также обращения мы принимаем через специальные сайты госуслуги. У нас есть платформа ГИС ЖКХ, где любой собственник жилого помещения, который недоволен содержанием своего общего домового имущества либо качеством предоставленных коммунальных услуг, может оставить нам заявление. Заявление рассматривается в течение 30 дней согласно предусмотренным требованиям закона. Работа управления жилищного надзора имеет заявительный характер. И если собственники недовольны проведением капитального ремонта, если они не согласны, если они видят где-то некачественные услуги, которые предоставили непосредственно, то есть либо подряд на организацию, у них есть вопросы к проведению работ, то они приходят, у нас пока еще не было обращений, должны прийти написать заявление по этому вопросу. Мы физически не в состоянии проверять, выезжать по каждому дому. Еще раз я скажу, что наша работа имеет заявительный характер. У нас есть районы, где, например, житель не знает, какие у него права, какие услуги они ему должны предоставлять. Мы пытаемся дать разъяснение, работаем непосредственно с населением. Когда они к нам обращаются, конечно же, у нас самой главной задачей стоит рассмотреть их вопросы согласно действующим нормам законодательства и дать им разъяснение по существу тех вопросов, которые он поставил себе в обращении. В своих жалобах на некачественное оказание того или иного вида услуг люди нередко путаются в организациях, которые, по их мнению, виноваты в проблеме. Где находится зона ответственности управляющей компании, а за какие сети отвечает ресурсоснабжающая организация. От этого порой зависит и оперативность устранения неисправности. Основным и главным моментом в разрешении данной ситуации является выяснение, кто является собственником. Если вопрос касается инженерных сетей, то есть, грубо говоря, до ввода в дом, то, что относится за пределами дома, это ресурсоснабжающая организация. В любом квартирном доме есть документы, которых можно увидеть границы, кому что принадлежит. Если это относится к общедомовому имуществу инженерной сети, то время содержания, если управляющая компания, конечно же, управляющая компания отвечает за надлежащее содержание. Если ТСЖ, соответственно, ТСЖ, либо если непосредственно управление, то уже жители сами решают этот вопрос в том порядке, который их устраивает. Если у жителей есть претензии к обслуживающей домоорганизации, они могут сменить её на другую или выбрать иную форму управления. Однако бывают случаи, когда другие варианты не подходят, а какая-либо управляющая компания отказывается вкладываться в дом, не видя выгоды. Как быть? Если собственники не выбрали один из трёх способов управления, муниципалитет в силу возникших обязательств, то есть отсутствие управления в доме, что означает? Это не проведение необходимых работ, даже отсутствие договора ВДГО, проверка вентиляционных каналов, что также существенно влияет на не то что благоприятные условия жизни, а даже на безопасные условия жизни собственников жилых помещений. В этом случае только муниципалитет объявляет конкурс и выбирает управляющую компанию для обслуживания этого дома. Но при всём при этом собственники должны помнить о том, что они в любой момент могут выбрать себе любую управляющую компанию, могут сделать себе ТСЖ, могут выйти на непосредственную форму управления. Взаимоотношение собственников жилых помещений с управляющей компанией в чём заключается? Собственники жилых помещений, грубо говоря, дают на договорной основе управляющей организации право обслуживать их общедомовое имущество. Управляющая организация является коммерческой организацией. Мы все прекрасно понимаем, что целью деятельности коммерческой организации является изучение прибыли. То есть управляющая компания работает на те средства, которые предоставляют им собственники жилых помещений. И они от лица собственников обслуживают общедомовое имущество. Поэтому, если это СЖ, конечно же, собственники сами выбирают порядок проведения работ. И председатель дома является ответственным за содержание этого общедомового имущества. В прошлые годы у жителей ряда населённых пунктов республики, в том числе Черкеска, были нарекания к качеству отопления в сезон холодов. Представители жилнадзора постоянно мониторят все обращения. Перед началом нынешнего осенне-зимнего периода проверили степень готовности инженерных сетей. В этом году мы были в составе комиссии по подготовке к отопительному периоду. Непосредственно нашим руководителям, Русланом Азретовичем, была проведена работа по мониторингу с нашей стороны, со стороны управления жительного надзора, по факту готовности управляющей компании к отопительному периоду. Мы запросили акты выполненных работ, потому что у нас постановление правительства предусматривает обязанность управляющей компании проводить работы по подготовке. Мы выявили проблемные квартирные дома, в которых в силу каких-либо определенных обстоятельств возникают моменты с некачественным предоставлением данной коммунальной услуги. Мы выезжали на эти места, пытались отработать каждый объект, каждый адрес так, чтобы жители могли уже без каких-либо претензий к качеству коммунальной услуги вроде бы благоприятно проживать в своих жилых помещениях. Обращения у нас в принципе, те обращения, которые у нас есть, имеют больше человеческий фактор, нежели недоработка со стороны управляющих организаций. Мы на подобное обращение реагируем, выезжаем на место, то есть выясняем причины некачественной подачи коммунальной услуги уже согласно действующим нормам законодательства Российской Федерации, работаем в целях устранения возникших проблем. Существуют ли какие-то стандарты качества предоставляемых услуг или критерий это комфорт? Критерий качества есть. У нас, например, подача горячей воды должна соответствовать нормам, это 60 градусов и выше. Отопление у нас должно также при вводе в дом должно составлять 60 градусов и выше. У нас к нам вот сейчас в зимний период было несколько обращений, где жители жаловались на качество предоставляемой коммунальной услуги по отоплению. Здесь также немаловажным является вопрос донесения до собственников жилых помещений именно порядка нормативов потребления, под качества, которые установлены. Законодатель предусматривает замерение температуры непосредственно самого воздуха в жилых помещениях, но не температуры батареи, которые у них находятся. Идет стандарт 18 градусов и выше, если температура составляет 18, то никаких нарушений нет. Поэтому и в вопросе качества вывоза ТКО мы знаем, что если температура 5 градусов и выше, должны вывозить ежедневно. Если ниже 5 градусов, то один раз в три дня. Ещё одно немаловажное направление деятельности управления жилнодзора – давать разъяснение населению по всем спорным начислениям. Почему те или иные цифры появились в квитанции? С 1 декабря повысили цены на предоставляемые коммунальные услуги. Жителям мы объясняем, мы также консультируем собственников жилых помещений, либо потребителей, у которых возникли вопросы, они могут к нам прийти по адресу управления Кирова, 23. В любой момент с 9 до 6 часов мы их консультируем. Также мы должны, наверное, нужно сказать, что вступило в силу 92-ое постановление правительства Российской Федерации о начислениях за общедомовое имущество, то есть коммунальные услуги, которые были потреблены на содержание общедомового имущества. Это несёт существенные изменения в начислениях. Поэтому жителям хочется обратиться и к собственникам, и жителям, чтобы они были повнимательнее, видели и смотрели за квитанциями при возникновении вопросов, пусть непосредственно обращаются уже к нам в управление жилищного надзора на нашу горячую линию 26-10-18. Есть и другого рода проблема, в которой виноваты сами жители. Самовольная перепланировка увеличения жилплощади за счёт общедомового имущества встречаются повсеместно. Кто-нибудь из ваших соседей, к примеру, установивших огромных размеров балкон, согласовывал на общем собрании свои действия. А ведь это должно быть сделано в письменном виде. Если кто-то не одобрил ваши желания, живите с тем, что есть. Однако у нас, как обычно, рассчитывают на авось. По данному вопросу мы работаем по 248-му федеральному закону. В этом законе указано, что сотрудники жилищного надзора не имеют права осматривать жилые помещения. То есть, в принципе, наш сотрудник не может зайти в дом и выявить незаконную перепланировку. В плане произведения работ по изменению инженерных систем внутри квартиры, либо когда человек сносит какую-либо стену у себя в квартире без разрешения муниципалитета, то есть прежде чем проводить какие-либо работы, у собственника должен быть проект. Как он хочет это сделать? Этот проект утверждается муниципалитетом, согласовывается со всеми ресурсниками. И даже перед всеми этими работами необходимо получить согласие всех собственников жилых помещений. То есть должен быть протокол, где собственники говорят, что да, мы согласны. И только при наличии протокола он идет в муниципалитет вместе с проектом для его утверждения. И только после этого житель, собственник имеет право начинать проведение каких-либо работ. То есть у нас порядок здесь четкий, никаких исключений у нас абсолютно нет. Даже вот в отопительный период есть недобросовестные собственники, которые делают себе автономное отопление. Они даже умудряются делать себе теплые полы, что существенно влияет на качество предоставляемой коммунальной услуги по отношению к другим собственникам. Потому что мощность, предусмотренная на весь дом, одна квартира может забрать себе довольно-таки веселую долю. Поэтому и качество отопления у них отсутствует. Незаконная перепланировка, которую отсуществил собственник, подлежит приведению в первоисходное состояние. Но при всем при этом пойти выявить в рамках жилищного надзора, рассмотреть жилое помещение мы не имеем полномочий. И в этом случае, как вы сказали, необходимо вмешательство управляющей компании, чтобы они имеют по закону входить в жилые помещения, составлять акты и направлять эти акты непосредственно к нам в управление жилищного надзора. У нас также газоснабжающая организация работает в этом направлении, выявляют незаконную перепланировку. Либо даже газовое оборудование, у нас есть также жители, которые переносят самовольно газовое оборудование. Еще раз скажу, что газ является объектом повышенной опасности. Какие-либо работы проводить без сотрудников газоснабжения, это не то чтобы противозаконно, это несет за собой угрозу жизни и здоровья не только самого собственника, но и всех жителей, которые проживают рядом с ним, его близких, его соседей. Поэтому каждый из нас должен нести ответственность, должен прежде чем проводить какую-либо работу, ознакомиться со всем порядком. Если он не знает порядка, 26-10-18 номер нашей горячей линии. Позвонить нам, мы уже дадим ему разъяснение по вопросу пользования общедомовым имуществом. Понятно, что решение далеко не всех проблемных вопросов в сфере ЖКХ находится в ведении регионального жилищного надзора. Да и усилий представителей одного этого ведомства, разумеется, не хватит для сглаживания всех острых углов. А потому только общими усилиями, в том числе жителей и управляющих компаний, можно добиться создания условий для комфортного проживания людей.